Вопросы есть в студии Елены Степкиной. Я приветствую всех, кто хочет знать ответы. В этом выпуске. Какие варианты предусмотрены для доставки пенсии получателям? Допускается ли, чтобы в боксе инфекционного отделения находились на лечении два пациента? Какие льготы предоставляются гражданам, пострадавшим от политических репрессий? Оставайтесь с нами, вы узнаете ответы на эти и другие вопросы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пенсионер, если пожелал, чтобы пенсию доставляли на дом, должен оформить заявление в клиентской службе по доставке пенсии по месту жительства. То есть пенсию будет доставлять почтальон. Если пенсионер пожелал, чтобы ему пенсия перечислялась на личный счет в кредитных учреждениях, также это оформляет заявлением в клиентской службе. Если лица, которые получали пенсию через почту и пожелали изменить способ доставки, например, путем зачисления в кредитные учреждения, сейчас у нас очень популярно пользуется это через банковские карты, опять же он должен нам об этом сообщить в письменном виде, то есть оформить заявление, указать личный счет, куда мы должны перечислить средства. То есть способ доставки выбирает лично пенсионер, но все это оформляется заявлением. Я хочу напомнить нашим пенсионерам, что они должны нам сообщать безотлагательно о смене места жительства, либо паспорт изменили, то есть все изменения, которые касаются пенсионного дела, должны нам об этом сообщать и сообщать в письменном виде. Все через клиентскую службу. Но на сегодняшний день пенсионер может выбрать, либо получать пенсию на дому, которую приносит почтальон, либо получать через какое-то отделение банка. Да, да. И это все решает он? Да. Это только по заявлению пенсионера. То есть пенсионер пожелал, чтобы его доставляли домой, оформляет заявление нам, и мы со следующего месяца уже доставляем пенсию домой. Каких-то изменений в способ доставки на сегодняшний день ничего нет? Нет. По данным специалистов Департамента социального развития, в Заречном проживают около 60 человек, которые имеют статус реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий. Они имеют право на ряд льгот. Пользуются ими около 40 человек. Остальные зареченцы получают льготы как граждане, относящиеся к другой категории, например, к инвалидам. На какие меры социальной поддержки могут рассчитывать горожане, имеющие статус реабилитированных лиц? Согласно закону Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, обеспечиваются мерами социальной поддержки в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. Департаментом социального развития в соответствии с законом Пензенской области предоставляются меры социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий. Первое – это ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от регионального стандарта. Данные меры социальной поддержки распространяются и на членов семьи, проживающих с указанными лицами совместно, если члены семьи не имеют других мер социальной поддержки. И второе – это ежемесячные денежные выплаты в размере 380 рублей. Стратится по усмотрению граждан. Как должны размещать пациентов, поступивших в инфекционное отделение? Этот вопрос нам задала женщина, ребенок которой недавно проходил курс лечения в стационаре. Малыша направили на госпитализацию с бронхитом и подозрением на пневмонию. А через несколько дней к ним в палату положили еще и ребенка с ангиной. Правомерно ли такое решение дежурного врача? Могут ли больных, поступивших в разные дни, положить в один бокс? Если это так, как изложено в обращении, то действия дежурного врача неправомерны. Конечно, ребенка, который уже идет на выздоровление, класть в один бокс вместе с ребенком, который только что получил островирусную инфекцию. Конечно, наши возможности позволяют детей размещать отдельно. В такой ситуации, конечно, нужно обратиться либо к заведующему отделению, либо к ночменам. Все жалобы мы рассматриваем и проводим работу с персоналом. Другой вопрос, что часто бывает, что мы, когда начинаем разбираться, несколько там какие-то иные обстоятельства возникают. Поэтому я на 100% не могу сказать, но если говорю, еще раз повторюсь, так как изложено в обращении, то, конечно, ребенка с островирусной инфекцией нужно было положить в отдельную палату. Как определить состояние алкогольного опьянения водителя? На выяснение этого у госавтоинспекторов уходит чуть больше минуты. Специальный прибор, анализатор паров алкоголя в выдыхаемом воздухе показывает точный результат. Какие цифры на дисплее алкотестера свидетельствуют о том, что водитель совершил правонарушение, сел за руль в нетрезвом состоянии. Данные приборы проходят сертификацию, на них имеется сертификат качества, у них погрешность принимается внимание непосредственно законом, и водитель, употребивший спиртные напитки, считается, что совершил правонарушение, если он продул больше 0,16 премьер. У людей складывается непосредственно ошибочное мнение, и если они откажутся от прохождения медицинского освидетельствия, либо освидетельствия на месте, то они смогут уйти от административной ответственности. С законом данные логики все предусмотрены. Водитель непосредственно там пройдет у нас свидетельствия, либо откажется, несет однозначно административную ответственность в виде штрафа 30 тысяч рублей, либо лишения. И лишения на срок от полутора до двух лет. При повторном водитель уже несет уголовную ответственность по статье 264. К уголовной ответственности нетрезвых водителей привлекаются июля 2015 года. В силу вступила статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В каких случаях водители могут лишить свободы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения? Федеральным законом от 31 декабря 2014 года номер 528 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушения в сфере безопасности дорожного движения Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 264.1, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом подвергнутым административным наказаниям. Указанная статья вступила в законную силу в действие с 1 июля 2015 года. Максимально строгая мера наказания по этой статье до двух лет лишения свободы. Если раньше наши водители могли сколько угодно ездить в пьяном виде, всегда подвергались административной ответственности, то теперь их ждет уже уголовная ответственность при повторном совершении данного правонарушения. Эта норма закона коснулась тех водителей, которые в течение года после отбытия наказания по первому случаю управления транспортными средствами в пьяном виде, либо отказа от медицинского свидетельства были подвергнуты административному наказанию, отбыли это наказание и после окончания отбытия наказания совершили повторное аналогичное правонарушение, они уже совершили не административное правонарушение, а именно уголовное преступление, за которое, в принципе, привлекаются уголовные ответственности. Практика в Пенинской области уже есть по этой статье, только в нашем отделе уже возбуждено второе уголовное дело, которое второе дело находится в расследовании моего подразделения дознания, и, соответственно, будет доведено дело до суда, будет направлено в суд, человек понесет наказание в той мере, которую ему определит судья. Время, отведенное нам в эфире, заканчивается. Отвечать на вопросы телезрителей продолжим в следующей передаче. Задать интересующий вас вопрос можно по телефону 60 85 42. Мы ждем ваших звонков с 9 до 18 часов ежедневно, кроме выходных. Вы также можете оставить свое сообщение на сайте телерадиокомпании «Заречный» trkz.ru или отправиться на электронный адрес, указанный на экране. Пишите, звоните, будем вместе искать верное решение. Всего вам доброго, до новых встреч на канале «Заречный». Субтитры подогнал «Симон»!